Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и мы продолжаем играть в Lifeless Planet. Так, и мы всё-таки пытаемся найти эту девочку, или девушку, или оно, не знаю как назвать. Так, мы как раз-таки в прошлой серии остановились на этом месте, непонятном, непонятном мне месте, и очень странном. И дальше мы пытаемся пробраться к какой-то трубе, или ввода напорной башни, или что это вообще такое. Какой-то, короче, непонятный домик. И, кстати, есть батарейки, батарейки есть. И они опять кончатся. Хотя те были дуросел, дуросел, дуросел были. А эти вообще какие-то китайские, валялись дома на холодильнике. И я их просто взял. Китайские. Если дуросел, так быстро сел. Потому что дуросел. Ой-ой-ой-ой. А чё куда? Значит, не сюда. Что-то я немного попутал, наверное, да? А куда идти-то? По вот этим камушкам опять прыгать. Так бы и сказали. Как я? Ой-ой-ой-ой-ой. А я только хотел сказать, как я разошелся. А я чё-то не разошелся. А куда здесь прыгать-то? Во. Во. По камушкам, по камушкам. Во. И вот это какая-то база. И сейчас, наверное, мы кого-то встретим. Потому что долго её не было видно. Электростанция. Вот я же практически угадал. Электростейшн. Так-так-так. 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 Электростанция. Ну, я уже понял, что по этим катушкам нам нужно... Чё там? Да блин, ты можешь? Нет. Не можешь. Не можешь. И записка. Мобильная механическая рука наконец-то работает. Мы обнаружили, что необычные элементы питания перестают работать при непосредственной близости от этих сооружений. Тогда один из младших техников предложил использовать непосредственно сам зелёный огонь в качестве источника питания. Для механической руки. После нескольких недель работы это наконец удалось. Рука действительно получает энергию от самих строений. Идеальное решение для безвыходных ситуаций. Угу. А тут чё? Что за... Руконож? Рукодрожь. Да-да-да, система механической руки получена. Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии, невзирая на странность их внешнего вида и строения, которые мы быстро утвердили как нашу собственность. Однако любопытно, что система управления для запуска этих устройств кажутся предназначенными для очень высоких существ. Каких ещё существ? ...высоких, чем человек или что-либо, с чем мы столкнулись здесь с момента нашего прибытия. Несмотря на это, наши отличные инженеры быстро придумали оригинальное техническое решение. Руколицо. ...выщи этой механической руки, мы в состоянии добраться до самых высоких мест, что дает возможность приводить в действие нужное устройство. И всё же причина такой высоты этих систем управления остаётся загадкой. Загадка? Какие гости на этой планете ещё до нас? Или может здесь существуют и другие формы жизни, помимо сугубо растительной? Может быть, может быть, и не только есть растения, да? Ещё есть какие-то живности. Живности, которые любят живности. Живные твари, короче. О, там что-то уже, не шутя, электролизуется. И что это за русская постройка? Дядя Ваня запилил какую-то штуку. Ну что, перепрыгнем ведь? Или даже... Или даже нам не надо прыгать? Можно было прыгать, а можно было, наверное, так пройти, да? И вот с помощью руки мы сейчас будем здесь колбаситься, да? Я так это понял. Главное, чтобы меня не бабахнуло. Дун, дун, дун. Опа. Кажется, эта структура вытягивает энергию из этой зелёной скалы. Я наткнулся на нечто напоминающее электростанцию. Множество катушек Тесла окружает таинственную монолитную структуру. Этот аппарат, похоже, вытягивает энергию из сияющей зелёной скалы, находящейся внутри монолита, который парит и пульсирует от энергии. Ну-ка. А чё, вы меня пустите? Вы меня не хотите пускать, да? Всё начинается потихоньку запутанно? Или всё нормально? Опа, 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 опа. И что? И что я сделал? Сюда что-то едет или что? Блин. Почему я... Чё-то... Чё-то... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Это лифтик. Теперь нам наверх. Ну чё, мы не будем уже по проводулькам ходить сейчас? Потому что на джойстике чё-то как-то это трудновато сделать. Высокоить. Короче, энергия работает При помощи монолитов в скале Которому мы, наверное, и движемся Которому мы движемся, да? Сейчас посмотрим, куда мы там движемся Опять какая-то Что-то здесь как-то все разрушено стало Кто-то поломал Все это электричество И из-за этого здесь люди перестали жить, наверное Потому что кто-то что-то все сломал Что это? Воп Эээ, подожди А че надо делать? Не так, да? Угу, так А, все понял И вот так вот Ну все Спасибо Так, я поставил эту зеленую штуку В отверстие и по идее И по идее нужно найти включатель, который заработал А че нормальная халява получается? Из-за одной кругленькой штучки Мы можем запитывать просто целые какие-то станции От которых работает один-единственный лифт Как-то странно, не правда ли? Ну что ж Куда деваться? Давай-ка обратно Обратненько мы поедем Мы помчимся Так, ну тут пока все нормально Водичка там, пар какой-то возле воды Искал Так долго этот лифт, конечно, поднимается Вообще кошмар просто Давай быстрее, чувак Я даже фонарик включил О! Акробатические прыжки Ну а это-то мы Спокойно преодолеем Но пока такое чувство вообще непонятности Вначале так хорошо история подавалась А сейчас мы Еще больше не понимаем вообще Что происходит И вообще я не могу сюда попасть Отлично А я могу А я могу Не могу Эм А как мне А как мне обойти Что-то Опять супер загадка 2000, да? Ну ладно Ну ладно Главное Руку я свою вызвать не могу Ударить по бочкам я не могу Подпрыгнуть я тут Никуда не могу Зато я могу взять Или нет? Нет Пнуть бочку тоже не могу А! Ну так бы и сказали Динамит просто за камнем валяется Такой бред вообще Динамит-то какой-то уставший Если честно Просто кто-то спрятал его Давай Взрыву ли? Ну делай Кстати Из-за расты я забыл Убрать яркость Я ее понизил Теперь хоть появились какие-то тени Но это когда я играю в раст Там приходится накручивать контрастность Чтобы ночью видеть Все равно все так играют Так, дальше что у нас? Опять какой-то лифт Лифт-монтаж Поехали Ох, какой длинный Сейчас ничего не случится Интересно Вот мы оттуда пришли Столько топали Прыгали Здесь какая-то подстава И Что-то странное есть в этом шторме А что? Что тебе не нравится в этом шторме? Все там вроде нормально Тук-тук-тук И музыка опять Опа, это что там за глаз-алмаз какой-то? Мертвяковский глаз-алмаз Тук-тук Это там какая-то дверь В преисподнюю? Или в дверь, мать его В преисподнюю? Не знаю, что придумать Все, лифты слишком долгие Я быстрее дойду пешком Опять все в гору Все в гору Старый дед Уже не может идти в гору Че это за Вакханалии? Это Откройте Я вам покушать принес И че откро... Ага Я понял Жинг-жинг Так Надо понять вообще Че здесь происходит Ээ Ээ Не понял Не понял Какой-то я... А, нужно и все нажать, что ли? В правильную последовательность Ну, че-то замутил И нормально Что-то замутил Как-то включил Как включил? Опа Используй свою улыбку Продолжай идти Ух ты Мы распрощались Опять какая-то пустошь Пустошь с Мауга Кубок Азгбана Азгбана, мать его Азгкабана Че такое? Опа Ты зачем убила второго-то друга из Японии? Что за... СССР? Отстань от него И почесала Ё-моё 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 Че такое, че такое, че такое Оба члена моего экипажа официально признаны погибшими Похоже, что эта планета не совсем безжизненна Некая смертоноопасная форма жизни существует под землей женщины Под землей Женщине каким-то образом удается избегать их ловушек Я постараюсь использовать это себе на пользу, следуя за ней по пятам Ну, да, поход дело это значит не она убивает Ну, а че тоже за какой-то куст в середине пустоши Вот такой вот куст, как здесь И просто его задушил Опа, опа, она двигается Не понял Эти ветки двигаются И я не хочу к ним подходить Я примерно понял, че случится Со мной Если я подойду к этим веткам А вот так вот, реально, есть ведь охота к ним подойти Но нельзя Но нельзя Так, 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 так Так, так А почему А зачем мне нужно было прыгать, когда я мог просто пройти Я обнаружил огромное поле бестолковых колонн Эти природные образования кажутся аналогичными земным Но гораздо больше по размеру, чем любые земные месторождения О которых мне известно Я должен предположить, что они образуются В аналогии с базальтовыми колоннами на моей родной планете Путем медленного охлаждения огромных потоков лавы Когда горящие вещества застывает Формируя новую скалу Оно сжимается Образуя глубокие трещины в виде геометрических узоров на поверхности Если трещины достаточно глубокие, они превращают скалу в возвышающиеся колонны И че, сейчас мы будем прыгать по каким? Ё-моё! Если, говорит, трещины появляются, появляются колонны Окей И куда я сейчас по ним? Наверное, по зеленому следу, как обычно Вот следы Следы служат мне гидом Похоже, ее ноги вызывают биологическую реакцию при соприкосновении с почвой Следы служат мне гидом Деликатный женский след немного меня успокаивает Пока я иду навстречу неизвестности Как ни странно, это не всегда работает Кажется, что я теряю след на скалах, которых здесь немало Однако, при правильном освещении я вижу, где они начинаются снова Чтобы продолжить мое путешествие Анализ почвы в точке контакта позволяет предположить, что тут есть что-то органическое, что реагирует на человека Или на существо, кем бы оно ни было Создавая следы Постепенно блекнущее освещение создаёт на поверхности тревожные знаки, которые заставляют меня вспоминать фильмы по ядерной пропаганде И я стараюсь не думать о том, что, возможно, с каждым шагом мое тело получает облучение Излечиться от которого уже будет невозможно Ну, нет, ты что это, ты погнал Как будто мы ходим и умираем потихоньку из-за того, что... Ну, всё возможно, конечно, планеты разные бывают Даже, наверное, половину из них мы не знаем При каком-то достаточном освещении Это он имел в виду, наверное, не про моё... Не про мой фонарик Наверное, нет Шик-шик Шик-шик Оттуда я уже не попаду А то здесь я перепрыгнул Шик-шик Здесь я перепрыгнул Шик-шик Ой-ой-ой Шик-шик Шик Шик... Да, и мы прошли эти ск... И мы прошли эти скалы Я понял Я аж испугался Кстати, чё-то я как-то вообще Невнимательно не уследил эту хренотень, который бульк-бульк делает О чём и говорилось, что веткой Нас спокойно Убивает На ветке ещё лежит послание Я взял пробу одного из видов корней Мои инструменты для полевых наблюдений не сильно мне помогли Но я могу сказать совершенно определённо, что эти существа Предоставляют луклеродную форму жизни Как бы ни то ни было Их клеточная структура является совершенно уникальной Специализация между клетками очень мала И эти клетки гораздо больше по размеру И значительно более сложнее по структуре, чем у земных животных Включая челобрека Ну да ладно, это тоже можно понять по догадке Что здесь всё не как у людей Почему меня ведёт колонна куда-то вверх И чё? И куда мы И куда мы Интересно я Правильно иду? Думаю, что правильно Главное не упасть Ой-ёй-ёй-ёй Особенно вот Вот здесь вот Нормально Мы куда-то поднялись Опа Ах Как я эту штуку пройду Ё-моё Эта штука Чем больше деревянная штука Тем Мощнее Она херачит АОЕ А мы её перепрыгнем Мы её таким вот образом обойдём, я думаю То есть это вообще какое-то растение босс было Я к ней даже не подошёл Она мне уже своими мелкими корнями наказала Вот мы тебя и обошли Вот мы тебя и обошли Что за колонны слева-справа? Что за колонны слева-справа? Куда Куда ведёт? И что? Здесь вообще просто Борода Из ваты Ну свет мне что-то не помогает Зелёные следы я не вижу Я просто иду Где есть местность Слава богу игра Индии Здесь больно ты не разгуляешься Так Ну тут конечно закручено всё Ё-моё Вот зелё Нифига себе она ходит здесь Я думал следы будут от её ног Начинается Что за звук? Я не хочу даже нажать смотри Я понял Понял что за звук? Просто бежать 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 Всё Эта штуковина меня нет Опа-опа-опа Бесплодные земли Тыкс-тыкс Уровень кислорода низкий Найти запас кислорода До того как выпадешь в лоб Мне необходимо найти кислород Да мы же видели его как оно сверкает И Продолжим Следующую серию В следующий раз Сейчас мы запасёмся кислородом на 8 часов И смотрите следующую серию Всем спасибо С вами был Лего Всем пока